когда в моей школе деловито засуетились учителя мы десятиклассники уже все знали брежнев умер у многих родители слушали голоса а там где не слушали тоже все знали сарафанное радио работало быстро мы родились и выросли при брежневе молодым его не помнили но каждый помнил с десяток анекдотов про него экономика должна быть экономной и теперь можно с гордостью сказать мы выстояли юность жестоко никто не уважал дряхлого генсека который был в наших глазах и смешон и опасен потому что помнили про афган мы знали про груз 200 рядом с нами был военный городок где каждый месяц были чьи-то похороны и все о чем думали родители наших одноклассников это будущая служба в армии мало кто знал что брежнев был до конца против ввода войск в афганистан кто тогда вообще мог помыслить о спорах политбюро промозглый ноябрь 82 отменили уроки нас согнали в актовый зал где было нестерпимо скучно и как-то неловко от взрослых речей подростки прекрасно различают фальшь но надо было вытерпеть эту панихиду я спрашивала родителей и бабушку а что было когда умер стали а была неизвестность и конец мира отвечали мне а сейчас было равнодушие и легкое любопытство кто следующий не так что подус не дала навязанный порядок вещей не мог измениться никогда и лучше об этом не думать и так тоскливо генсей кондропова министра обороны устинова и каких-то промежуточных выдающихся деятелей мы хранили уже студентами нас снимали спар и отправляли прощаться колонный зал дома союзов надо было стоять в длинные очереди таких же несчастных подневольных скорбящих как мы а умирать они все норовили самую неприятную погоду и все воспоминания об этом про холод как же холодно вот были бы югославские зимние сапоги на меху еще можно было бы как-то вытерпеть но ведь нет в начале марта 85 умер черненко и мы снова поплелись к мерзлой очереди представлять московский комсомол хотя многие уже научились прогуливать и отставать от делегации которая редела с каждыми новыми похоронами от политической жизни никто ничего нового не ждал и тут объявили нового генсека мы быстро подсчитали сколько ему лет и расстроились невероятно всего 54 это конец она на всю жизнь это 20-25 прощай юность прощай молодость ничего и никогда здесь не переменится я твердо решила уезжать непонятно как на уезжать надо тогда многие засобирались ну так я знаю в общем что у вас есть чего вы достигли что волнует никто больше не хочет жить по старому терпеть и мириться с тем что устарела что тормозит наше движение нашу жизнь наш социалистический строй сейчас мне тоже 54 как ему тогда я с ним знакома это было в новой газете когда михаил гробачев стал владельцем 10 процентов акций издания он часто приезжал в редакцию на потаповский переулок и однажды я подошла к нему и сказал честно михаил сергеевич из-за вас я хотела эмигрировать я очень расстроилась что вы стали молодым генсеком я подумала что вы будете генсеком всю мою жизнь ты знаешь а ведь мог бы я ведь жив еще значит и генсеком был бы и очень рад что нет мог бы стать драконом но повезло и отпустил народ свой свободное плавание а уж куда мы приплыли что мы сделали с этой свободой это точно не к нему сейчас я живу в городе которому он тоже принес свободу и берлин ее сберег и умножил в палате депутатов берлина висит его портрет потому что михаил сергеевич гробачев почетный гражданин берлина мне очень нравится этот портрет работы евгения козлова он совсем не парадный очень берлинский почти черный белый горбачев сидит в мягком кресле на нем мягкий пиджак он задумался глядя на этот портрет я тоже задумываюсь а мог ли он быть парадным очень трудно себе такое представить парадный портрет гробачева с лентами и медалями сияние славы и готового к освобождению значительной части мира от коммунизма это не про него рисовать можно только это будет не он немцы вообще любят гробачева и мне почему-то это страшно приятно как будто бы я причастна здесь германия недавно собрали деньги и народ жертвовал собрали 50 тысяч евро на памятник горбачеву в небольшом городке десау рослау раньше он был до западной границы гдр открыли памятник между двумя волнами коронавируса 3 октября 20 успели на 30-летие объединения германии это я бы сказала нежный памятник молодой и прямо скажем непривычно худой гробачев скромно стоит пуховички каких ходит половина если не больше германии и держит руке маленький молоточек понятно почему он будет разбивать стену молодой генсек горбачев это вообще интересный феномен все же 54 ты не совсем молодость ошибки конечно и вильнюс и баку и тбилиси и много чего еще чернобыль страшная и неизвестная доселе беда которую страшно узнать и страшно принять и никому не понятно на самом деле что делать и неизжитая привычка любого начальства помалкивать и все отрицать до сих пор она ведь с нами страна тогда пошла в разнос но люди вдумчивые и информированные особо не спорят почему окрушение империи много сказано и написано и сама гибель империи заложено у ее основания она не могла не распасться исторически экономически политически гробачева повезло не стать драконом но не повезло стать последним правителем гибнущей империи моему поколению он дал великий шанс уж как мы распорядились спрос нас а 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 Субтитры создавал DimaTorzok